Для детей, достигших 12 лет. Здравствуйте, в эфире программа Аксулу, с вами я, Айдана Папанина. Сегодня мы поговорим о благотворительности, добре и милосердии. В студии Светлана Переузник, социальный работник по уходу за детьми с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата, детьми с инвалидностью с психоневрологическими патологиями и лицами с инвалидностью старше 18 лет. Также у нас сегодня в студии Ольга Чичулина, гражданская журналистка и создатель сервиса Хелпер. Добро пожаловать, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение? Хорошее. Чудесный день, кажется, лето как-то возвращается. Что по вашему добро? Вот сегодня у нас такая тема, спешите делать добрые дела. Как часто вы делаете добрые дела? Добрые дела такая, действительно, тема для дискуссий. Добро, у каждого ведь свое понятие. Есть, конечно, стандартные какие-то вещи. Можно считать, что моя гражданская позиция – это добро? Можно. Кто-то считает, что да. А может быть, кто-то считает, что нет. Но я думаю, что вы, Светлана, наверное, каждый день делаете добро. Добро для таких деток, с которыми вы занимаетесь. Вы соцработник. Расскажите о своей работе немного. У меня на обслуживании шесть ребят разного возраста. И я их посещаю всю неделю, по два раза в неделю. У них разный диагноз у всех. Стараюсь, конечно, их всегда приободрить. Потому что бывают разные ситуации. Не только детей, но и всю семью, где они проживают. Сделать для них день интересней. Чему-то научить новому. Если кто-то научился держать ложку и кушать сам, я, конечно, очень рада. Кому-то помочь с постели встать. Кого-то сопроводить в эту неделю, допустим, в кинотеатр. У меня есть разный же возраст. Они этому очень радуют. Всегда ждут меня ребята. Звонят мне, конечно. Светлана Николаевна, вы придете, пишут мне. Я очень рада всем их новым достижениям. Хотя бы маленьким крупицам. И радуюсь вместе с ними, конечно. Я думаю, это самое главное в нашей работе. Что мы чего-то добились вместе, совместно с родителями. И я, и с ребятами, конечно. Как давно вы работаете? Я уже 20 лет работаю в этой системе социальным работником. Конечно, много повидала. Много разных людей, много разных диагнозов встречалась. Ну и считаю, что самое главное, конечно, в работе – это доброта, внимание к обслуживающим. Понимание их. Это самое главное. Ольга, когда вам пришла идея создать хелпербокс? Расскажите об этом. Сколько лет назад это уже было? Открылась я в октябре 2015 года. А пришла идея мне поездки в Питер. Это в начале года. Это было в январе. Я увидела в Питере точно такой же. В общем-то, бокс. Сфотографировала их контакты. Потом уже, когда вернулась в Питер, я с ними связалась. Они мне дали подробную инструкцию, как запустить такой проект у нас в городе. И я сделала это. Кто вам помог? Много ли средств ушло? Как люди отзывались первое время? Понимали ли, что вообще задумали? Ну вот, кстати, помог мне очень муж. Мне очень помог тогда Центр молодежной инициативы. По-моему, сейчас они уже как-то по-другому называются. Молодежный ресурсный центр сегодня. Вот. Я получила у них грант. Они тем летом разыгрывали грант. Первый грант был 25 тысяч денег. Мне хватило на создание первого вот этого бокса. Папа его спроектировал. Моя подруга сделала дизайн. И мы вот так быстро запустились. По-моему, 16 октября. 15 года. 15 года, да. И в начале вообще мне сказали, очень быстро все вещи отдадут и все это закроется. На самом деле, до сих пор не было времени, когда хелпер не наполнялся. Каждую неделю у нас полный ящик. Ну, конечно, осенью, весной у нас периоды, когда как раз-таки очень много ящиков можно наполняться еще чаще. Раз в неделю, скорее всего, вот так будет. Мы переезжали с много мест. Волонтеры разные обслуживались. За это время очень много людей поучаствовало в работе. Всем очень благодарна. Для тех, кто не знает, поясним давайте. Значит, люди свои вещи кладут в бокс. Потом вы их раздаете тем, кто в них нуждается. Да. Вообще, мое личное удовольствие от этого проекта. Без людей все работает. Безконтактно. В любое удобное для вас время приходите в точку приема. Сейчас он находится по адресу 1 мая 151. Это дом НПО. Приходите в любое удобное для вас время. Оставляете вещи в пакете и уходите. Все. Все остальное мы делаем мы. Делают волонтеры. Вещи распределяются и в Кустанай, и в Рудном. А как потом происходит? Значит, вы же сами и волонтеры наверняка эти вещи разбираете. По возрасту, да? Да, верно. По качеству. Может, что-то непригодное для... Верно. Вначале этим занималась лично я. Мне, кстати, тогда вначале очень даже помогла Смышляева Екатерина. Она была тогда... Депутатом. Да. Но тогда она еще не была депутатом. Она тогда возглавляла профсоюзы. И мне в профсоюзах выделили место, где была комната выдачи, комната хранения и сортировки. Этим я занималась сама. Пока не встретила фонд помощи, который взяли на себя. Собственно, оказалось, что Юра Калюшный, руководитель этого фонда, знал меня в детстве. Он дружил с моим отцом. Он видел меня вот такой маленькой. Он узнал мою имя, фамилию. Тоже прочитала ее вроде как в СМИ. И такой пришел и говорит, твоего папу знаю. И я поняла, что это просто судьба. И он мне очень помог, конечно, потому что он опытный человек. И такая работа. Я помогала социально. Ну, тоже, да. Люди приходили. Кто берет бэушную одежду? Это люди, конечно же, социальный уровень жизни ниже, скорее всего. Либо те, которые попали в ЧП. Я тоже много всего видела, но Юра мне очень помог. Вообще фон помощи мне очень помог. Они мне, знаете, профессиональный подход. Нужен профессиональный подход в помощи. Вот поэтому я говорю, добро само. Это такое. У каждого свое может понятие быть добра. И можно очень сильно подтягивать. Профессиональное оказание добра, особенно вот в таких специфических направлениях, очень важно профессионально. Я считаю, что это только так и должно быть. Несколько лет назад, я помню, этот проект запускался. Я тоже, значит, насобирала вещи, уже приготовила пакет. Поехала. Тогда он, по-моему, в ЦУМе располагался, этот бокс. И тогда вещи, к сожалению, не принимали, потому что началась как раз пандемия в то время. На какой срок вы, значит, прекратили проект, а потом, когда возобновили? Я, честно говоря, не припомню, чтобы мы прям приостанавливали. В пандемию, скорее всего, они не в ЦУМе уже стояли, а в Гроссе. А, в Гроссе. И, скорее всего, сам магазин, может быть, прикрывался на период именно в начале. Но потом, по-моему, всем разрешили. Я уже, честно говоря, кажется, ковид уже был. Так давно я уже все детали забыла. Тем более мы переехали уже несколько раз. Мы сейчас опять снова в другом месте. И мне кажется, что не был сильный большой... Исключительно вот как разрешили магазином открыться, так, скорее всего, и запустился. Честно говоря, не помню. Чтобы мы прям закрывались надолго. Кому распределяется и как распределяются вещи, расскажите. Малоимущий список вы берете, где в Акимате или как распределяете? Вообще мы всегда, когда я запускала, это было сарафанное радио. Приходили без всякого... У меня есть, да, критерий, да, там. Многодетные, там, да, с ограниченными возможностями и так далее. Но в целом сложно проверять всех. Но и такое дело, что на честном слове можно. Потому что, скорее всего, люди, у которых нет такой потребности, они не придут ко мне получать вещи. Там ведь не какой-то... Ну, бывает, что люди, например, попали в сложную ситуацию. Там лишились работы и прямо сейчас ребенку нужна куртка. Да, прийти и взять можно. Да, у меня, в принципе, нету и никогда не было какого-то строгого регламента, что нет, вот вам мы не дадим. Нет, такого никогда не было. Сейчас этим занимается выдачей Айна. Это фонд, по-моему, они фонд «Твори добро». И в Рудном, Светлана, у них есть социальные магазины. Они в своих социальных магазинах вещи оставляют, их знают и приходят, получают. То есть, в большей степени у нас все-таки небольшой город, и нам вполне себе возможно. Я не даю никакой рекламы, только в СМИ. Периодически я себе напоминаю, что вот, ребята, боксы еще существуют, еще людей много, тех, кто... На самом боксе и везде указан мой личный номер телефона, примерно раз в неделю мне звонят и спрашивают. У них ничего не надо делать, нас все сами ищут, в принципе. Ну и так между другом обмениваются информации. Ну и хорошо, что мы сегодня тоже напоминаем, что можно перебрать там осеннюю и зимнюю одежду, уже подготовить. А, еще о качестве, например, постиранной, естественно, нерваной, потому что случаи были наверняка разные. Разумеется, надо сдавать то, что можно носить еще дальше. Там уже на совести людей не буду. Разное было. Я примерно понимаю. Да, это очень-очень разные ситуации случаются. И, ну ладно уж. А не было, что не приходили, верните обратно мне вещи со скандалом? Таких не было людей? Были, типа, что там что-то, знаете, что-то положили, типа оставили в карманах или что-то. Но это нереально. Я говорю, блин, ну если мы найдем? Потому что у нас есть чат, разумеется, выемка происходит там по мере, в какой момент ваши джинсы попали к нам уже на сортировку, я ни понятия не имею. Это невозможно отследить. Я даже не знаю, сколько примерно мы получили вещей и сколько примерно мы помогли семьям. Я вначале это считала, но потом это все просто стало... Тот подсчет какой был примерно? Бу-у-у, не, я не помню. Это я делала вначале, наивно полагая, что это возможно. Но на самом деле каждую неделю наполняется ящик, каждую неделю какие-то семьи получают. Ну, считать, да, это нереально. Было бы какой-нибудь, не знаю, по талонам, если бы. Ну, тогда хоть как-то автоматизация была бы вручную. С экологической точки зрения ведь это тоже правильно. Да, конечно. Это один из принципов экологического, экологичного образа жизни. Это именно повторное использование. Это повторное использование. Я не переработчик, только повторное использование. Ну, как, например, пластиковые бутылки мы снова, значит, перерабатываем. Пластиковые бутылки перерабатываются, а это повторно используется. А если повторно используется, а потом все равно выбрасывают Ну да, цикл жизни это называется Углеродный след, то есть в футболке, платье, одежде, в которой мы сейчас находимся Можно год относить и выкинуть, а можно относить пять лет и выкинуть Углеродный след это называется Чем дольше мы носим одежду, тем меньше влияние на экологию она оставляет А, даже так? Да, это называется углеродный след Новая одежда это снова значит какой-то ущерб природе Конечно, очень много воды тратится на производство одежды Ну в первую очередь воды на самом деле страдает Хлопка выращивает, выращивается очень много полей, вырубаются деревья, да, трава вся Не только растет, только хлопок На хлопок нужно много воды, на производство одежды нужно много воды, на окрашивание нужно много воды Все это, конечно же, уже портится в качестве Светлана Николаевна, были ли семьи, с которыми вы дружите до сих пор? Вот вы 20 лет работаете, есть дети, с которыми вы до сих пор общаетесь, они уже стали взрослыми, у них все наладилось, наладилось здоровье, возможно, и посещаете ли вы их иногда, пишут ли они вам, звонят? Ну, конечно, мы общаемся, я очень рада их успехам, многие даже сняты с обслуживания, ну, просто я их знаю с самого начала И, конечно, я очень-очень рада, когда они хорошо учатся, когда у них грамоты, когда у них дипломы Я прямо в восторге, у меня есть такие ребята, единицы, конечно, потому что, ну, у всех, конечно, такие могут быть успехи, с кем-то мы работаем Но вот у кого есть успехи, это диагноз был за ЦП, то, конечно, это очень хорошо Они, конечно, выезжали на лечение не только у нас в Казахстане, но и в Россию и так далее, везде, где могли Я очень рада тем родителям, мне это нравится, когда они не сидят на месте, а стараются для своего ребенка где-то еще найти Ну, это ведь плюс ребенку, и всегда это радует Так что у меня, да, есть такие семьи, мы общаемся, переписываемся с ними, я всегда очень рада А как происходит притирка? Предположим, вам вот, вас назначили к одному ребенку, вам нужен новый ребенок, вы только с ним знакомитесь Как он к вам первое время привыкает, родители как к вам относятся, с настороженностью или наоборот доверяют ребенка? Ну, наверное, тут и контакт, чтобы родители доверяли ребенка, я так считаю, самое главное Ну, и ребенок, конечно, ну, я стараюсь, я вообще работала воспитателем, и поэтому и с маленькими, и со старшими уже ребятами Стараюсь как-то найти все равно подход, но это самое главное, конечно, если не будет контакта, то уже как бы Может быть, кто-то и откажется даже, если ребенок, ну, разные же дети есть, может быть, даже маме хотелось Вот, ну, бывали случаи такие, что, ну, вот, ребенок, ну, у меня не было, конечно, такого, но бывают разные ситуации То есть, когда отказываются? Кто-то, ну, не то, что не отказывается, но вот, если видит человек, что, ну, нету того, вот, что Как-то дети, видите, с заболеваниями, у всех разный диагноз, поэтому нужно тоже как-то больше внимания детям Вот в перечень ваших, скажем так, обязанностей что входит? Прогулка, общение, только это? Общение, ну, у нас разные, нет, у нас 8 разных, мы оказываем социальных услуг Здесь и медицинские услуги, и бытовые, и психологические, экономические, педагогические Короче, у нас очень много всяких услуг, и мы эти все услуги ребятам оказываем Ну, конечно, смотря, я еще раз говорю, смотря какой диагноз у этого обслуживаемый Если бывает, человек лежит, конечно, куда мы сопровождение Конечно, там уже нет, там уже чисто бытовые такие Вот как будто может замена памперсов Есть девушка вот у меня на коляске, я ее сопровождаю на танце, допустим, ей хочется в магазин, мы вызываем соц.такси И я ее сопровождаю, она сама хочет где-то что-то выбрать, посмотреть именно с ней Вот такие разные ситуации Так что вот так А вы какие-то курсы повышения квалификации проходите, да? Ну, есть, да, у нас, да, мы проходили Обучение Да, тоже было А чем у вас там учат? Ну, что-то новое мы... У нас не все сразу были как-то у нас в медколледже Тоже нам нужно иногда и медицинский Не иногда, а всегда мы связаны с тем, что бывает ребенку плохо Кому-то мы меряем давление, если это необходимо Кому-то помощь в приеме лекарств, конечно И сопровождаем также в поликлинику вызов врача на дом Поэтому у нас были обучающие, ну, как курсы, мы были в медколледже Это нам, конечно, пригодилось, это нам тоже нужно знать Ну, а вдруг, например, станет плохо или там что-то вы же должны уметь, да, оказать первую помощь Естественно, естественно Ну, всегда мы, если же что-то такое серьезное, конечно, вызываем скорую помощь уже Основное мы знаем, конечно, диагноз У всех разный диагноз И кто-то, у кого-то посложнее У кого-то бывают ночью приступы Ну, всегда в основном с родителем Мы же приходим родители дома И они всегда говорят, что было у ребенка Как он спал, в каком он настроении Мы уже все знаем Ну, бывает, конечно, так, что Иногда вместе с мамой мы даже можем сопроводить, помочь куда-то вот в поликлинику Ежедневно вы ведите с детьми, да? Нет, ну, посещение у нас по графику чередуется Два раза в неделю я каждого ребенка вот своего посещаю Сегодня один ребенок, завтра другой ребенок Сколько часов по времени? Два, три? По два часа мы находимся Ну, куда-то, бывает и больше даже двух часов Потому что, я же говорю, куда-то сопроводить или даже дома мама может уйти Если лежачий ребенок, она от него не может отойти Это для нее, конечно, большая поддержка Что мы вот посидели с ребенком, помогли где-то, покормили его, посмотрели А мама сделала свои дела, куда-то сходила Я считаю, что это им, конечно, очень хорошо И поддержка куда-то даже может помочь принести Мы можем лекарства также, те же, с магазина продукты принести КАЗ-экопатруль, расскажите об этой деятельности своей Ну, это не Кустанайская, это казахстанская организация У меня есть корочка, я ее с собой не сделала Вы инспектор? Да, я инспектор КАЗ-экопатруль Это значит, что я могу инспектировать, в общем-то, любые точки Могу обращаться в полицию, в департамент экологии и так далее Я, в общем-то, должна быть принята Ну, не без очереди, но окей Но во внимание, то есть не совсем как от рядового Как давно? Ну, наверное, я точно знаю, что он до конца года у меня действует Но, по-моему, в позапрошлом году я стала официально, получила эту корочку Ну, это же следствие каких-то действий, наверняка Вы, как гражданский журналист, писали статьи, вас заметили Пригласили стать инспектором Или как это произошло? Как это произошло? Я давно, у нас вообще есть в городе Эко-Чат Клуб Неко, там Урсбек, собственно, является идеологом Это возникло на фоне того, что у нас возникло министерство экологии Открылась департамент экологии Департамент экологии, когда был у них день открытых дверей Они пригласили, и туда пришло очень много людей Я уверена, что они не ожидали Потому что там просто даже потенциал здания не предполагал, что столько людей придет И мы там все познакомились Появилась у нас некая тусовка, оказывается Меня вообще экология, еще в детстве я увидела в энциклопедии такую позицию И такая, о, вау Но как-то в школе не было ничего про это Ну, по крайней мере, у меня Это только сейчас начало появляться Я закончила школу, университет, работала И тут вдруг этот вообще тренд на экологию Дошел до Казахстана, наконец-то до Кустаная И у нас появилась эта тусовка И потом, уже через время появилась Это до ковида было, вот в 2019 году У нас появился казакопатруль в Казахстане Максим Фролов является у нас здесь Представителем в Кустанайской области И, в общем-то, мы друзья Он меня пригласил быть инспектором И меня торжественно наградил А мои статьи в моем личном блоге Это моя личная инициатива Мы, в общем-то, я сама выбираю тему Я сама нахожу материалы Я получила, ну, это неформальное, наверное, образование В медианет, на гражданскую журналистику я училась прям То есть у меня нет корочки, что я журналистка Исключительно только знание о том, как правильно журналисту действовать В каких ситуациях, как правильно писать статьи Я на эти знания опираюсь, собственно, начала публиковать Да, ну, в общем-то, людям нравится Я как-то понимаю, они при встрече со мной обсуждают теперь То, что я пишу, о чем я пишу Что вас беспокоит в регионе? Расскажите, как активиста Ну, так сказать, меня беспокоит Нас всех должно это беспокоить, на самом деле Вопрос такой открытый Потому что, на самом деле, есть Вот что меня беспокоит Есть у людей впечатление, мнение Что у нас с экологией все в порядке Я очень часто слушаю Ой, ну у нас-то получше, конечно На самом деле нет У нас зеленый чистый город Да, это все уже давно неправда Да, да, это все давно неправда Почему? У нас загрязненный воздух У меня есть датчик воздуха Который всегда со мной, только не сейчас Ну, в целом у меня он есть Он переносной У нас есть также установленные датчики в городе Да, которые фиксируют И я вижу, что у нас достаточно часто бывает загрязненный воздух И по ночам Был у нас прецедент, когда, да, жаловались юбилейные Это так и есть, бывает у меня Я утром обновляю данные Датчик передает, что вот у нас было нормально А в часов в 5-6 у меня раз Красный уровень загрязнения был Красный, это высокий Следующий фиолетовый Довольно часто Причина, на самом деле, официально у нас выхлопные газы И на самом деле, Казгидромет каждый месяц у нас делает Журнал выпускает, где пишет, что у нас загрязненный воздух То есть количество машин увеличилось Автомобили, они, официальная причина у нас, да Это большое количество автомобилей Вода сегодня буквально Министерство экологии уже официально как бы объявили Хотя это известно было тоже всем давно Но теперь это уже на уровне государства Наконец-то признали, что у нас проблема С обмелением рек, они у нас все трансграничные То есть с питьевой водой, скорее всего, в ближайшее время у нас тоже будут проблемы Ну не знаю, с чем еще С мусорными полигонами Но тоже ведь у нас открытая проблема с площадками мусорными Ну и вот одна из моих любимых в оформлении, на самом деле И это было просто приключение Мы ездили инспектировать опасные отходы Опасные бесхозные отходы Это некие объекты, которые лежат уже на протяжении 30 плюс лет Со времен развала Союза Они никому не принадлежат, потому что за них никто ответственность не взял Ну вот страна пропала, а кому принадлежат вот эти вот отходы Что опасные отходы, что там было Аграрные, например, остатки Это очень опасно, это должно специально быть утилизировано У нас есть возможности в Кустановской области Но тендер разыгрывают на весь Казахстан И выделяют бюджетные средства на это И вот мы проинспектировали три места Так, в Некрасовке лежала просто посреди степи бочка Весила просто супертяжело Типа я была удивлена Выглядит бочка как обычная Там агропродукты некие Там уже все исследование есть Я весь смотрела, суд уже вынесут Это действительно опасно Это нужно утилизовать Ну вот его, в общем-то, в том году, по-моему, уже вывезли его оттуда Но ведь это же можно тоже считать Вот вашу такую активную позицию За то, что вы боретесь за экологию своего родного края Что это тоже, по сути, как добрый поступок с вашей стороны Ведь не кажется, так борется Мне кажется, таких, как вы, мало Может быть, мало, да Может быть, очень мало Каждому человеку что нужно сделать, чтобы хотя бы самому не вредить? Надо разбираться во всем этом То есть нужно сортировать мусор Ну, начни себя называется, да? Ну, я в такой, кстати, вот это начни себя Это не то, что я не верю Начать себя, это не значит, что система изменится Я могу сортировать, но у нас не все принимают Для этого нужна инфраструктура и система приема Я точно знаю, что у нас можно сдавать Пластик, стекло С этого года проблема с приемом картона То есть приемка картона приостановлена В точке приема, ну, вот можно сдать на повторное использование одежду И там же есть точка приема батареек Это то, что я уверена работает Все остальное, я не знаю Я как-то запускала, у меня в том году на моей личной страничке тоже работал бот Где можно было посмотреть, что куда сдать На самом деле точек приема у нас достаточно много Но большинство работает с юридическими лицами, не с физическими То есть, например, лекарства У нас стоят две Два инсинератора очень современных Это прям вот зеленые технологии Но у нас еще много кустарных печек, которые выигрывают у этих инсинераторов по обслуживанию И они не обслуживают нас с вами То есть у нас есть аптечки Мы, по идее, вот это все Да, кстати, могли бы утилизировать Да, выкидывать в мусорку, это совершенно неправильно Потому что это загрязняет почву, это загрязняет воду И это в том числе, знаете, что происходит в медицине Ну, да, когда пенициллин открыли, он сказал, будут проблемы Мы антибиотики начнем продавать, у нас будут проблемы И вот такое попадание лекарств в почву и воду Это тоже вызывает проблемы Потому что организмы начинают с этим, да, как-то подстраиваться Под наши антибиотики и таблетки То есть мы не можем выкидывать Однако, если вы повезете в эти современные инсинераторы Вас просто не примут, потому что вы физическое лицо А никакое, ну, нету никакого у нас физического приема лекарства Ну, столько в больницах собирают То есть начать с себя, это значит, да Окей, изучите все принципы экологии, экологичного образа жизни Сократите потребление, изучите, какие есть возможности Но дальше бизнес и государство должны вступать тоже Ну, например, не покупать пакеты Пользоваться шоперами хотя бы Да, ну попробуйте, вот начните это делать Попробуйте, действительно поменять мышление очень сильно надо Нам уже пора этим заниматься Я не думаю, что у нас супер много времени Но я уже замечаю, девчат, у многих такие шоперы Или там сумочки, они продукты покупают, не берут пакеты Они вытаскивают свои, значит, хлопчатые шоперы Туда складывают, ну, хотя бы уже что-то Какое-то продвижение, что у молодежи есть это в сознании У нас в программе школьной нет еще экологии Но дети знают, да, уже про экологию Потому что и контента много, конечно же, появилось И детского в том числе, где говорят о важности этого И современные фильмы о природе Уже, да, там на Netflix я вчера смотрела современный фильм Там уже показывают, что вот эти острова, они все завалены пластиком Буквально, да, еще несколько лет назад Современные фильмы про природу не показывали этого настолько Что там все, там уже все в пластике Это уже не какая-то выдумка, либо это происходит где-то только там Это происходит повсеместно Надо это уже, как бы, принять и, да, и что-то делать Явно, там, с этим придется разбираться В благотворительных акциях участвуете? Вы активная достаточно девушка, наверняка тоже Бывают благотворительные концерты, собирают деньги в фондах каких-то состоите? У меня есть автоматические платежи, я делаю перечисления Некоторым организациям, они не связаны с экологией Они не связаны с благотворительностью напрямую Я, допустим, некоторым авторам помогаю по созданию контента Это, да, сейчас донаты называется И отправляю, пусть они продолжают свою информационную деятельность Мне это нравится И, ну, я участвую, знаете, допустим, провожу лекции бесплатно Если меня зовут Сама я как-то это сильно не афиширую, не позиционирую Но со школьниками я довольно часто Раз в год точно у меня есть какое-нибудь выступление Мне кто-нибудь зовет, я им рассказываю Как, что делать Думаю, это все На самом деле, это непростая вещь выделять Но я считаю, что каждый должен делать какую-нибудь такую работу Бесплатно И это очень помогает оставаться человеком Вот, знаете, вот такое вот чисто человеческие понятия Понимать других Хотя бы что-то сделать бесплатно Да, сочувствие это формирует Это формирует вообще оставлять Потому что, когда постоянно все делаешь за деньги Или для чего-то как-то корыстно Мне кажется, можно очень скатиться не в ту сторону Можно потом не понимать других, например А зачем вы это делаете? Вы, наверное, это делаете не просто так Вы, наверное, это обязательно вам платит Кто-нибудь, да вам платит за это Вы не можете На самом деле, очень много людей Я знаю, что очень много людей делает это ради собственного удовольствия В том числе можно поехать, например, на пасеку Можно поработать бесплатно на пасеке Отличный отдых И помощь Вот это супер помощь Помощь тем, кто занимается этой пасекой И помощь, в принципе, пчелы очень важны в экосистеме В чем проблема Кстати, в том числе из-за аграрий Мы высаживаем все Мы все это поливаем какими-то химическими растворами Ну, мы помним снимок журнала, где Анжелина Джоли И пчелы Это была очень красивая фотосессия Именно она привлекла к этой проблеме Да, и у нас тоже, кстати, у нас очень крутой пчеловод И они делают тоже много для сохранения Светлана Николаевна Были ли случаи, которые вы запомнили на всю свою жизнь? Вот они у вас в сердце остались Вы запомнили какую-то семью или конкретного ребенка Может быть, вы вспомните какой-то случай, вот ребенок совсем не ходил Там не было шансов, а потом как-то вот чудо произошло Вот такого какого-то случая не было Ну, таких чудес я бы не сказала, что да Поэтому мы обслуживаем таких людей Потому что если у них группа инвалидности, мы их обслуживаем Но если уже третья группа инвалидности, мы не обслуживаем Ну, конечно, улучшения были Некоторые уехали с этого города в Астану Ну, я просто общалась, и ребенок пошел в школу с этими родителями Поэтому я говорю, я как бы рада Но для этого очень-очень много усилий они приложили Это каждодневный труд родителей Это надо постоянно, каждый день ребенка Это надо ЛФК, это надо возить на плавание Это, я говорю, это такой труд Мама, конечно, там не работала, она занималась ребенком И, конечно, результат поэтому Ну, это единицы Вот я сколько работаю, в основном у нас дети Вот диагноз какой был, это очень-очень редко Чтобы, ну, я считаю, это большие усилия родителей Это недостаточно того, чтобы вот пришел человек Допустим, работник, два раза в неделю Это мало, это надо труд, труд, труд Еще раз говорю А вы, может быть, слышали такие истории Когда вот вашему подопечному, например Устроили там благотворительный концерт То есть собрали деньги, фонд выдали Ну, да, у нас были, да Были такие случаи Да, были, да, да, есть такие Аберацию отправили, например Да, были Были случаи, немало таких случаев Я сама ходила на такие благотворительные концерты Ну, я бы не сказала, конечно, что такие прямо сразу результаты от этого Но я очень рада, что есть такие люди, которые отзываются И помогают таким детям, конечно, это очень нужно Бывает ли у вас ощущение неблагодарности или разочарования в своей работе, усталость? Это нормальное, в принципе, явление, вы тоже человек Ну, конечно, 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 да Потому что здесь тоже у нас такая работа Люди, конечно, у них свои заболевания Поэтому, конечно, я вот считаю даже, что отпуск социальным работникам нужно было увеличить У вас 30 дней? Ну, да, 30 дней там за проработанное время определенное у нас добавляется Но я считаю, что два месяца это бы нужно было Такой отпуск, потому что работа у нас с разными заболеваниями с детьми И это маловато, я думаю Именно вот для отдыха такого вот Чтобы подпитаться, набраться энергии Я считаю, что этот вопрос нужно бы поднять Хотя мы, да, говорили, обсуждали этот вопрос Ну, чтобы обратили внимание Потому что не мелкая работа Как и воспитатели в детских садах Да, да, да Как и учителя два месяца отдыхают Так бы и приравняли бы и вас, социальных работников, например, да? Потому что разные возрасты Тяжело, я понимаю, и учителям, и воспитателям Но у нас еще плюс эти дети с заболеваниями И приходится и психические заболевания И неврологические заболевания Еще больше внимания и семье, и детям Поэтому я считаю, что да Вот здесь вот нужно на это обратить внимание И сделать отпуск побольше Ну, к тому же у вас и зарплата, можно так сказать Что не совсем высокая Ну, мы были бы рады, да Если добавят, мы были бы рады Ну, как везде, чтобы повышалась и зарплата, конечно И отпуск по возможности А как вы все-таки вечером, например, после работы Перезагружаетесь, отдыхаете? Чем, может быть, занимаетесь? То есть, может, увлечение какое-то есть? Ну, у меня есть дача, я еще туда хожу Как бы у меня там отдых Ну, как бы отдых и не отдых Ну, какое-то отвлечение от этого всего Ну, а в отпуск я стараюсь куда-то уехать Или где-то отдохнуть, конечно Чтобы набраться сил для будущей работы Ольга, а вы как отдыхаете? Не бывает у вас вот это вообще не перегореть Устать от того, что вы отдаете много Помогаете много А со мной как наполняться? Я не устаю от колпера Я не устаю и от блога Конечно, Светлана, соцработник, работает по графику У меня график личный, собственный Я предпринимательница Да, и поэтому я стараюсь каждый день высыпаться Пить воду, хорошо кушать Медитировать Медитировать в том числе У меня есть это утро к собственной себе Когда я люблю очень читать То есть я, наоборот, этому очень много времени посвящаю Очень важно, супер важно Если сама действительно не в ресурсе Другим сложно помогать Надень маску себе, а потом своему ребенку Да Поэтому я этому внимания очень много уделяю Но, опять же, я говорю В отличие от Светланы У меня гибкий график Вы свободны Да, я могу сегодня выспаться Или завтра сделать себе выходной Несколько другой у меня подход к этому И сам хелпер обслуживается уже в последнее время волонтерами И поэтому с моей стороны Это только я постоянно должна оказывать сервис Людям, которые мне звонят И я им должна объяснить, пояснить Ну, раз в неделю Я говорю, что хелпер занимает у меня сейчас 0,01% моего времени А есть новые задумки? Вот раз уже хелпер, значит, встал на рельсе Едет по своему пути Да Может быть, у вас есть новые задумки? Как еще помочь людям? Есть у меня в отношении хелпера Моя такая мечта, которую Мне, может быть, нужно просто туда направить энергию И все-таки сделать правильно И было бы здорово, если бы у нас сформировался фонд Скажем так, на случай ЧП Это такая нормальная, знаете, когда есть лекарства, еда Это запасом Да, запас был бы какой-то Потому что на случай ЧП, когда у нас происходит В Оули-Коле был Да, люди очень много приносили тогда вещей Но их нужно успевать сортировать А как раз время Они портятся, да То есть, а время дойдет И то есть, если бы у нас был бы такой резерв Им бы можно было пользоваться и постоянно наполнять Вот это было бы, ну, супер Такой склад, где уже заготовлено все Да, да И правильно храниться Потому что в Оули-Коле, когда мы собирали на Оули-Коль Была очень большая проблема Одежда была, да Ну, люди приносили массово Приносят, приносят, приносят Потом это грузят Потом начались дожди Эта одежда намокла, испортилась, заплесневела Все, непонятно чего Еще и много еды привозят Всего одновременно много Сортировка одежды Очень долго Это не техника, не еда, да Где там упаковано и подписано все Это надо каждый открыть Оценить, насколько это реально И вообще кому-нибудь из вас это вообще надо А, нет, не надо Куда это теперь девать То есть это гораздо более сложная система В Турции после землетрясения То же самое же было Огромное количество вещей А вот, а что нужно, чтобы это произошло? Как это? Заранее объявить, значит, о таком вот Запасном резервном фонде Собрать вещи Найти место, где это будет храниться Место Только дело вместе Только дело вместе В самой организации, конечно, потом нужно зайти местом Да, как-то хранить Чтобы не под... зима Да, да, да То есть должно быть сухое помещение И, конечно же, как-то охраняемое Да, чтобы оттуда тоже не воровали Да, там могут появиться, да, и всякие другие живые организмы Чего не надо допускать Сейчас время такое, что люди заняты своей жизнью больше Своей работой А в вашей жизни, Оля, вы каких добрых одних Мне кажется, так всегда было, что люди заняты своей жизнью Не было такого, что вот это были времена С хорошими людьми Это фантазии О том... Тоска о прошлом Или что-то вроде того Я думаю, очень сильно зависит действительно от того Какой ты сам человек И, конечно же, в моем окружении были И в том числе там Токсичные, да, люди Которые говорили мне А я сама принимала решение Что они остаются в моем окружении Я в последний год этим очень много посвятила времени И возле меня теперь только хорошие мои друзья Отсеялись Да, да, да Это очень сильно зависит от внутренних мотивов, на мой взгляд Конечно, если это не связано с людьми Если вы не сидите вместе, где к вам постоянно приходят люди потоком Независимо от того, хотите вы этого или нет Светлана Николаевна, вас какие люди окружают, расскажите Ну, разные люди Коллеги ваши Ну, в основном приятные Я считаю так Ну, конечно, у всех свои плюсы и минусы Но у нас работа Да, у вас тоже Нам приходится Может, где-то кто-то мне не понравится Но я, конечно, промолчу Ну, вы свою работу за что любите? Ну, наверное За детей все-таки мне больше нравится И первоначально я же пошла работать с детьми Как-то привыкла уже к ним Общение Хотя у меня сейчас в основном группа как бы постарше Старше 20 даже Уже считаются уже не дети, а взрослые Привычка, наверное, уже к этой работе Начинала работать с детьми Так вот и осталась Интересно как бы с ними Что-то новое бывает у них Какие-то открытия Иногда бывает Ну, такой ступор Ну, нет у них ничего Ну, как было, все так и есть Принимаешь то, что есть Спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли Интересная, контрастная такая беседа у нас получилась Как вот добро, да? Слово добро Действительно Каждый делает Хотя бы чуточку добра Немного Кто-то за бесплатно прочитал лекцию Как вы, да? Кто-то болеет душой за того ребенка-инвалида Несмотря на то, что Будем честны, зарплаты у соцработников Не самые высокие в Казахстане Ну, естественно И вот как выяснилось, что и отдыха тоже По сути 30 дней отпуска То есть совсем мало этих дней Ну, мы надеемся, что эти вопросы решатся Я вам желаю всего самого наилучшего Друзья, начинайте с себя Все-таки Несмотря на то, что Ольга говорит Давайте думать масштабно Хотя бы начните с себя Всего хорошего До свидания Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»